Я и мой хвост. Учимся понимать животных. Игорь Морозов, руководство кинологическими службами вне ведомственной охраны и ГУВД области. Сейчас Игорь Николаевич старший преподаватель одной из кафедр Кузбасской сельхозакадемии. Охотно делится своими знаниями со всеми интересующимися. Мы с Олегом очень даже интересуемся. Вот каким вопросом, например. Собака пришла в службу с щенком. По какому принципу вообще отбракует собака или берется на работу? Вот она вот подходит. Вот вы видите по глазам, по морде. Как вы определяете, что она? Смотрите, зачастую возьмем мы ГУВСИН. Есть исправительная колония номер 29. У них там два питомника. Один из питомников находится, он единственный питомник по области племенной. И, соответственно, щенки, выращенные на этом питомнике, в 4-месячном возрасте раздаются по всем питомникам. Так что стараемся все же на месте. То есть, вот человечек пришел, вот у меня щеночек, вот такого стараемся не делать. То есть, сами выращиваем. Все же либо сами выращиваем, либо подросших покупаем. Да, бывают такие ситуации, когда приходит кинолог с собакой. Но собака уже подросшая, и у нее есть общий курс дрессировки. Как вы определяете специальной собаке? По наркотикам она? Или на задержание, допустим. Можно любую породу поставить, в зависимости от того, как говорится, посмотреть, как сангвиник, меланхолик протестирует собаку, посмотрит, какое направление она может нести за собой. На психотип. Таким образом, да. Холериков вы не отбраковываете? Нет, не отбраковываем. Они стараются у нас лучше всего. Поиск наркотических средств. Это вполне нормальный холеричный тип. Ну и также, как говорится, задержание и все такое прочее. Холерика нельзя поставить на поиск журчатого вещества. Это ясно и понятно. То есть, собака будет хаотически прыгать, искать, и, не дай это бог, подзарвет кинолога и всех, которые рядом находящихся. Если взять это МВД, у нас есть большой центр кинологической службы на Кузнецке. У нас очень хороший есть центр кинологической службы города Кемерово. Очень много дети задают вопросы, мне во всяком случае, а как стать кинологом? На таможне кинологом? Или хочу быть милиционером кинологом? Да, вот с ветеринаром как-то понятнее, куда поступать. Смотрите, тут вот какая ситуация. Ветеринаром, кстати, да, так просто тоже не станешь. Есть курсы различные, повышение квалификации, либо просто, как вот сейчас читается, курсы у нас в Академии, кинолог с нуля. То есть, от анатомии, физиологии заканчивается поиск, обнаружение каких-то веществ. А вот если просто прийти в полицию, сказать, я вот хочу служить у вас, но хочу быть именно кинологом. Есть различные кинологические школы, МВД, ГУФСИН. Там, может, я точно не скажу, но наверняка тоже есть что-то. Если взять МВД, у них есть замечательная школа, это Ростов-на-Дону, Уфа и еще Подмосковье есть у них школа. Пришел, я хочу. Ему дают на месте, то есть в Кемерово, например, дает подросшую собаку. И он с этой подросшей собакой едет уже на курсы и проходит курсы молодого бойца. Если человек уже отработал какое-то время, то там может быть и повышение квалификации. В Ростов-на-Дону это самое, считается, самое лучшее. А в ГУФСИНе есть свое. Это Красноярск, Барнаул, Иркутск, Пермь. Если человек приходит, он хочет, просто ему дают собаку, отправляют на это обучение. Это, как правило, 6 месяцев. А если он хочет стать офицером, то, пожалуйста, к нам. Высшее образование. На те курсы он едет туда, это он становится, ну, там, сержант, там, сержантский состав или еще что-нибудь. А если захочет стать полноценным офицером, то он должен закончить высшее заведение. А направление обязательно кинологии? Или это может быть еще там просто биология, зоинженерия, там, ветеринар? Ну, если есть направление кинологии, почему бы нет? Вопрос от Ольги, нашей радиослушательницы. Бывают ли тупые собаки? Скорее, тупые хозяева бывают, извините за выражением. Тупых собак я практически не встречал. С собаке бывает замедленная реакция, замедленная действие, но вот чтобы она тупая была. Собака чувствует состояние человека. Как? Что у нас запах меняется? Как это происходит? А вы, если дома собака есть, замечали, что сидите просто на компьютере, да, что-то делаете, так думаете, ой, по времени-то надо идти уже с собакой гулять. А собака тут как тут. Только помыслили, только помыслили. Я считаю, что собака телепата у нас. Собака напакстила вам что-нибудь, да? Вы сами себе, иди, моя маленькая, иди ко мне. Подойдет она. Она чувствует внутри вашу злость. Она будет куда-то прятаться. Замечали наверняка, что собака, когда чувствует, что вы разозлились, она прячется как? Она прячется как ребенок. Она прячется, главное, спрятать голову. Голову, да? Да. Вот попа, вот она торчит, а голова там где-то. Вот, все, я спрятался, я в домике. Собаки отлично чувствуют ваше настроение. И зачастую еще бывает такая ситуация. Но это, в частности, у меня у самого была. Собака восточно-эропейской обчаркке была. Тайфун. Когда маме было очень большое давление, приезжала скорая, Тайфуша, а Тайфуша был килограмм 80, огромный пес, он скорую не подпустил, у меня дома не было, мне просто рассказали. Он что сделал? Мама лежала на диване, запрыгнула на диван, обошел вокруг, положила одну лапу на грудь, вторую за голову и свою голову положила на голову моей мамы. Давление ушло. Вот это Тайфуша про кошек обычно говорят, что они лечебные, а собаки? Делает собаки, то же самое делает. Моя, вот сейчас, без тебя изменить изображение, взяла в приюте собаку, маленькую дворняшку, надула у меня спину. Подлезла ко мне, легла рядом со спиной, мы поспали, утром я здоровый. Моя так же делает. Бывает. Вот то же самое. Кошки кошками, а собаки собаками. Пока на этом все. Один из лучших кинологов Кузбасса, Игорь Морозов, был сегодня с нами. Взаимопонимания вам с вашими питомцами. И до встречи в эфире. Я и мой хвост. Учимся понимать животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok